Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов. И у нас сегодня, знаете, такая программа с элементами концертного зала. Мы счастливы приветствовать в студии телерадиоканала Страна.ФМ красавицу, умницу и девушку, которая сама себе сочиняет очень красивые песни и их же исполняет русская француженка Женя Любич. Привет! Привет, Женя! Расскажи, пожалуйста, кто сегодня с тобой пришел, кто будет помогать тебе сегодня? Изначально мы хотели, конечно, в полном составе, но пока таким вот акустическим вариантом. Со мной сегодня гитарист Павел Илюшин. Павел, привет! И гитарист, и бас-гитарист Дмитрий Турьев. Привет! Сегодня вечером с нами будет играть Петр Михеев на барабанах в клубе «Момитроль» бар. Это в Москве, на Тверской улице, дом 7, да. Начало там 20.00. А здесь такой вот, я не знаю, атмосфера квартирника, что ли, атмосфера акустического такого выступления небольшого. С удовольствием несколько песен в акустике потом, или когда скажешь. Скажи, пожалуйста, будет ли на концерте звучать песня «Футболка», во время которой идет как раз представление? Она звучит на каждом концерте, потому что, во-первых, я считаю, что это нечестно, не петь те песни, которых люди так ждут. То есть эту песню ждут, ее просят. Это такой момент, когда возможность у зала есть проявить свои музыкальные таланты и способности. Обычно люди подпевают на этой песне, причем и молодые люди в том числе. То есть не только девочки, но и мальчики, что немножко смешно выглядит, но вот так уж есть, так повелось. Женя, о себе ты говоришь, что ты визуал. То есть когда-то «Футболка» родилась, наверное, в качестве образа. Как вообще эта песня возникла? Нет, есть песни, которые прямо родились из образов исключительно. Например, песня «Черная» — это такой скетч-набросок из моих ассоциаций, опять же, визуальных образов моих впечатлений от Санкт-Петербурга, от города моего родного. И еще целый ряд есть песен, таких очень киношных, там та же песня «Сэля Ви». Ну вот в них есть такая вот образность, и как будто бы это просто ткань кино, ткань какого-то кинофильма. А с кино тебя связывают, конечно, такие творческие отношения. А с кино мне вообще эта тема крайне интересна. А что касается «Футболки», она родилась из абсолютно живой, реальной истории. Он оставил мне свою футболку, свои носки, пустые полки, оставил меня помирать в тоски. И я часто говорю о том, что для меня музыка — это мост из одного состояния в другое. Это возможность посмотреть со стороны и как-то с каким-то другим отношением, с юмором, например, на самые разные вещи, даже на грустные вещи иногда. Ну смотри, сначала же у тебя мост был в балет, туда вот, в ту сторону, да? Был. А потом как-то на музыку пошло, или это было параллельно? На песне. Музыка была всегда, просто действительно в детстве я занималась хореографией, мне очень нравилось танцевать. Но где-то, наверное, ну вообще в очень раннем возрасте я стала слышать музыку, когда я читала стихи, какие бы то ни было. И мне было легче всегда выучить стихотворение, если я писала к нему какой-то музыкальный мотив или мелодию. И первые мои песни, они были на стихи поэтов, а потом я начала писать уже и свои тексты, и свои слова. И, ну просто песни взяли вверх, мне просто как-то больше захотелось петь. Бёрнс там что-то. Да, был Роберт Бёрнс и Брюсов. И до сих пор, кстати, эти песни я с удовольствием пою, и они существуют. И при этом я продолжаю танцевать. То есть я могу так сказать, что вот мои песни и моя музыка — это не закрытие каких-то дверей и не выставление каких-то границ и рамок, а наоборот, это свобода. Все грани тебя. Да, и я на своих концертах с удовольствием танцую, и в клипах, и клип есть на песню «Азбука Морз», где мы на протяжении всей песни танцуем вместе с артистом театра балета Бориса Эйфмана Антоном Лабунскосом. И я даже там немножечко в такой, ну почти уже роли балетные сама выступаю. И то есть вот все то, что в детстве мне было интересно, и в какой-то момент я сделала паузу с этим, потом в жизни оно как-то проросло благодаря моим песням. Слушай, ну чтобы не приросли кресла наши ребята, давай сейчас к музыке перейдем. Что это будет? Какой номер? Я хотела бы исполнить песню, она называется «Заново», потому что очень много в моей жизни чего приходилось начинать заново. Были какие-то вот прямо вот завершения одних этапов и начинания других. Пестрая биография у тебя. Как-то так получается. И кроме всего прочего, об этой песне очень часто спрашивают нас наши слушатели. Спрашивают, как появилась? Спрашивают, где ее услышать. В записи ее нет. Может быть, благодаря вашему каналу появится она наконец в записи. Сейчас будет не только запись, будет видеоклип сразу. Будет видео. Так что вот я решила воспользоваться случаем. И да, что всем пока. Поехали. Я забиваю дни планами, и мне от конца, а мне до одури жаль, не хватило нам времени. Лени, увидеть солнце, только посмотри. Ну почему такое вот небо над головой? Что хотят сказать эти звезды нам с тобой? Может, смогу открыть тебе сердце, только держи. И пластинки где-то завертятся Виражи, если бы только знать Наперёд, как не пройти Мимо вечности и вечерами долго Ещё себя ловить в бесконечности Ну почему такое вот небо над головой Что хотят сказать эти звёзды Нам с тобой, может, смогу открыть тебе сердце Только держи, и пластинки где-то завертятся Виражи Кружится, кружится, кружится земля Кажется, я не заметила главного Падал дождь, размывая цвета А я каждое утро спешу начать заново Я забиваю дни планами И мне до конца Мне до одули, жаль, не хватило нам Времени увидеть солнце, как у Брэд Барри Ну почему такое вот небо над головой Что хотят сказать эти звёзды Нам с тобой, может, смогу открыть тебе сердце Только держи, и пластинки где-то завертятся Вибражи Браво! Женя Любич На телерадиоканале Страна ФМ Ну а сегодня вечером приходите в Моми Троль Бар Тверская 7 Там будет концерт Жени и её коллектива Кстати, коллектив как-то называется или просто Женя Любич? Женя Любич Женя Любич, да? Женя Любич И музыканты И музыканты, да, моей команды У нас сейчас маленькая пауза, дорогие друзья После которой мы продолжим общаться с Женей Любич Друзья, сегодня в гостях у телерадиоканала Страна ФМ Женя Любич И мы знаем, что Женя живёт и работает в Санкт-Петербурге Но мы знаем ещё, что тебя называют русская француженка Это случилось 10 лет назад, да? Как вообще это появилось или раньше? Как появилась эта краткая формула моей биографии? Меня действительно многое связывает с Францией и с Парижем В 2008 году так случилось, я попала в группу Nouvelle Vague Новая волна, да? Новая волна, да Что под собой предполагает тоже целую концепцию Очень серьёзную В этом проекте берутся оригинальные песни Времён новой волны New Wave, Punk Rock, Joy Division, Depeche Mode, The Clash и прочие И переносятся они в звук, в саунд босановы Переосмысливаются вообще Тоже переводится босанова с португальского как новая волна И всё это вместе подаётся с подачей нового реализма Новой волны в кино То есть такая вот игра с условностью, с реальностью И это всё вместе составляет такой абсолютно постмодернистский микс Который в какой-то момент привлёк внимание всего мира И каким-то чудом я попала в эту группу И до попадания туда моя жизнь представляла из себя жизнь обычного человека Но, правда, я писала песни Ты где-то выступала с ними в Петербурге Где-то выступала, пыталась делиться, мне очень хотелось ими делиться Но, по большому счёту, я как-то не видела никакого отклика на то, что я делаю В 2008 году летом, или даже чуть раньше, наверное, весной Кстати, да, это была весна, это был апрель Я попала на концерт группы «Новольвак» в Петербурге И после концерта вместо цветов мне очень хотелось что-то им подарить У меня случайно с собой в сумке завалялся такой демо-диск с моими песнями И я передала его музыкантам группы после концерта Он попал, этот диск, в руки саунд-продюсера группы Марка Калина Который мне написал по электронной почте письмо Что не хочешь ли ты приехать в Париж на запись третьего альбома группы «Новольвак» и «Новольвак» Что у тебя было с французским на тот момент? С французским? Я учила французский в школе какое-то время Но у меня не было практики, и я его подзабыла Но, конечно, когда мы стали уже общаться И пошли там эти туры, гастрольные поездки, путешествия по миру с французами А французы не любят говорить ни на каком другом языке, кроме французского Мне пришлось как-то вспомнить то, что я учила в школе И немножко это восстанавливать И восстановилась И, в принципе, я понимала то, о чем они говорили И мне это было важно Потому что часто обсуждались концерты Или какие-то моменты, связанные с музыкальными, техническими аспектами Мне было очень важно понимать, о чем они говорят И в какой-то момент я стала понимать Но, недолго думая, я собрала чемодан и поехала в Париж Мы записали несколько песен для третьего альбома группы И моя жизнь полностью перевернулась с тех пор А в 2010 году я приняла решение о том, что я хочу вернуться В Россию И вот как раз предыдущая песня Немножко про этот момент Начать с Сузанова Скажи, знаменитая твоя, легендарная твоя Russian Girl Она как раз тогда родилась? Девятый год, по-моему, да? Да, между Петербургом и Парижем я ее писала Как раз себя чувствовала такой белой вороной В кругу французов Чувствовала себя простой русской девушкой И как-то ситуация не была Прямо скажу, очень такой веселой и задорной Но опять же, песня это выход, да? И мне хотелось как-то вот обыграть это все И я вполне передала все свои эмоции Тебе это прекрасно получилось Спасибо И, конечно, главное в этой песне это ирония и самоирония Спасибо тебе за нее Следующий музыкальный номер программы «Лучшие в стране» Что это будет, Жень? Какая песня? Песня, которую я написала, когда я училась в университете В СПБГУ на филологическом факультете Там был главный праздник День филолога Филолога и Восточника, так он назывался И там был концерт И все хотели очень попасть на этот концерт И все писали песни И все писали специально песни И я написала тогда песню И попала Там был какой-то худсовет Или в общем какой-то жюри Который принимал решение Пускать на сцену или нет И в общем приняли решение Что меня пустили И дали мне возможность спеть И потом эту песню пели в университете Мои там сокурсники И кто-то И я ее как-то подзабыла А тут недавно вот вспомнила, что она есть И поскольку ее мало кто слышал Я решила уже на стране FM На всю страну заявить Потому что оказывается эта песня есть у меня Давай, смотрим, слушаем Желтый асфальт Солнечный день Завтрашний май Вчера апрель Свой светофор День от дня Весь переход Одной меня термометры Давно Полысили градусы На улицах тепло И шутки по радио Мы снова на той самой войне И ни капли сомнения В городе весна По соображениях По силе сближения Перенапряжения По весне Ждать до утра стало легко Блики весны в мое лицо Сводит с ума свет в эти дни Столько всего Залог нами термометры из-за дна Повысили градусы на улицах тепло И шутки по радио мы снова на той самой волне Ни капли сомнения, а в городе весна По соображениям термометры дна Повысили градусы на улицах тепло И шутки по радио мы снова на той самой волне Ни капли сомнения, а в голосе весна По соображениям По снились движения Вверя на движение По весне По весне По весне По весне По весне По весне Друзья, украшение весны Женя Любич Сегодня на телерадиоканале Страна ФМ В программе Лучшие в стране Жень, мы понимаем Что тебе дал опыт Выступления за границей Вообще Это европейское сообщество музыкантов Что они вообще там знают О нашей русскоязычной музыке Насколько они информированы Насколько им это интересно Вообще Конечно же Все они знают классику То есть там Рахманинов Чайковский Мусоргский Разумеется Конечно же Да Они слышали про Вот этот дуэт Тату Вот Конечно же Кто-то Но это не частый случай Слышал про Высоцкого И слышал про Акуджаву Цоя может быть Цоя не настолько хорошо То есть Скажем так Я была первооткрывателем Цоя там для кого-то То есть я просто ставила И заставляла слушать Для участников группы Бразовиль наверное да? Нет Бразовиль это же не французский коллектив Это Дэвид Браун Он из Он живет в Барселоне Американец Да А Ну Он поет да Песню Звезда по имени Солнце И он Как бы открывает ее заново Для всех нас Да Но вот да Там Сложно сейчас сказать Вот как Как вот прям вот сегодня Да Что они думают О русской музыке Но У меня там были сольные концерты И я Обращала внимание на то Что часто именно Песни на русском языке Вызывают В какой то степени Больше интерес Чем мои же песни На французском На английском Потому что Звучат как экзотика Потому что это какая то такая Тарабарщина Интересная Что это такое Сам язык звучит для них Мягко Нежно Интересно И это вызывает Вот Какое то любопытство Но не более того И кстати во многом Причина моего отъезда Оттуда Была именно в том что Ну это же счастье Когда тебя понимают Как Как сказано в одном фильме Да И Для меня вот Русский язык Это тоже музыка И это не просто Слова для того Чтобы заполнить Там какие то пустоты Конечно Это стихи Или там вот Чтобы ритмически Это сложились Там строчки Для песни Это 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 даже Вполне себе Там отдельное Как бы произведение И текст Несет в себе Смысл И мне важно Чтобы меня понимали Они просто воспринимали Этот язык Как диковинную Какую то штуковину Которую непонятно Вообще о чем это Спасибо У нас сейчас Маленькая пауза друзья В которой мы вернемся К разговору Лучшее в стране На телерадиоканале Страна ФМ Дорогие друзья Мы продолжаем В эфире телерадиоканал Страна ФМ Программа Лучшее в стране И сегодня у нас в гостях Женя Любич Жень Расскажи Каким было твое детство Потому что Ну вот Твоя энергетика Она очень светлая Очень позитивная Очень доброжелательная Очень интеллигентная Как ты росла В каких условиях Это все происходило На самом деле Большое спасибо Моим родителям Вот пользуясь Опять же случаем Каждый раз Хочется им сказать Спасибо Потому что они Правда очень много Внимания Времени уделяли Моему развитию И старались При первой возможности Отправить меня Куда-нибудь в Англию С какими-нибудь Англичанами Чтобы Когда я учила Английский в школе Это подкрепилось Практикой Общения С носителями Языка И это было не просто Изучение языка А всего того Что связано С этим языком Его культуры Его вот Именно страны Чтобы я могла посмотреть Я помню Но я же была маленькая Мне было 11 лет И я поехала Действительно В Англию По инициативе моих родителей В семью К девочкам Мы жили на таком И какая-то девочка Жила у вас дома? До этого Обе девочки Две сестры Они жили у нас дома А потом я приехала к ним И у них был такой дом В пригороде Лондона Это был Это был недалеко от Бристоля Вот И у них были лошади И каждое утро Я приходила к этим лошадям Я здоровалась с ними На английском Они мне отвечали Мы чудесно друг друга понимали Там я первый раз Попробовала Прокатиться верхом И после этого У меня была Такая долгая мечта Вот Заняться этим посерьезнее Но в России Как-то я не особо нашла Условий В тот момент В Петербурге проклады Ну вот в Англии Покататься на лошадях С детьми Моего возраста Которые занимаются Этим там профессионально И конечно мы общались У нас мы Причем там был большой дом Как Я не знаю Ну вот такой большой Прям двухэтажный дом Но мы же дети Да и мы Это было лето И мы взяли палатку Рядом с этим домом Мы установили палатку Жили в этой палатке Завели там какую-то лягушку Ходили на какой-то пруд Искали какие-то ракушки Какие-то камешки То есть погружение в среду Полное Погружение полнейшее И мы поехали Как-то в зоопарк И меня поразило Это первый раз увидело Что оказывается животные Могут просто бродить По По улице Без клетки И там все сделано Для этого И устроено И устроено таким образом Что это безопасно И даже львы гуляют Вот пожалуйста Вот они гуляют Придуманы естественные Способы ограждения Какие-то водоемы Еще что-то И меня это поразило Ну то есть такие Неочевидные вещи То есть скажем там Естественно Вестминтерское аббатство И Букингенский дворец Я тоже там была И потом кстати даже Уже во взрослом возрасте Там писалась песня Хулиган сонг Где я пишу про И какие-то слова Вот из тех детских ассоциаций Они все равно Попадают в мои какие-то Взрослые уже песни И вот такого рода вещи Постоянно делали мои родители Точно так же они отправили меня Во Францию Мне тоже было лет 10 или 11 Бывала ли ты дома В Петербурге Я бывала дома Но при этом Было сделано все Чтобы этот дом был наполнен Каким-то духом свободы Культуры Любви У нас постоянно были гости Иностранные Но ты же потомственный филолог Получается Я потомственный филолог Дедушка мой Александр Дмитриевич Бабарыкин Более 30 лет Был ректором университета Герценовского В Санкт-Петербурге И как раз таки Он был чуть ли не первым человеком Который начинал Вот эти обменные программы Он был очень за то Для того Чтобы совершался Культурный обмен Да И к нам приезжали Зарубежные студенты Учиться И он пробил им там Общежитие До сих пор Это здание есть На Казанской улице Дом 7 в Петербурге И он организовывал Какие-то поездки Зарубежные студенты Которые были здесь И собственно эти традиции Продолжали и мои родители В отношении Моего воспитания Образования И это было очень здорово Но кроме всего прочего Они подавали мне хороший пример Моя мама очень любит то дело Которым она занимается И она пишет книги Она читает лекции У нее есть авторские курсы И искусствовед На стыке литературы Кино, балета, театра И я просто видела ее пример И у меня просто Мне кажется даже не было выбора Заниматься чем-то Что я не люблю Что тебя в эти вот постановки Вовлекали Конечно Друзья у нас сейчас Музыкальная часть программы Лучшая в стране Жень какая будет Следующая песня Следующая песня Посвящается тем Кто не попал пока что Еще на вашу программу Она называется 149 лайков Он безопречен Он безопречен Он беспечен И он, конечно, не ищет встречи Но это так Бесчеловечно И бесконечно Который вечер Я открываю Его страницы В сети как пойманная птица Я не могу Остановиться И мне остается Только сдаться в полицию 149 лайков Собрал мой новый пост И кто-то даже Задал вопрос Но среди этих Сотина людей Нет у тебя А ты проходишь мимо Опять и опять Каждый день И я не знаю Что же Делать мне Когда Нет дела Нет дела Тебе До меня Он никогда Не смотрел В мою сторону А я Глазами К нему Приковала И не без повода Он видит Все поводы А я и не думала Что это Так рискованно 149 лайков Собрал Мой новый пост И кто-то Даже Задал вопрос Но среди этих Сотин Людей Нет у тебя А ты проходишь Мимо Опять и опять Каждый день И я не знаю Что же Делать мне Когда нет дела Нет дела Тебе 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 Лайко 149 лайков 149 лайков 149 лайков Sloas 149 49 49 49 149 лайков 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 Гоу Господа, это лайк однозначно Женя Любич, сегодня на телерадиоканале «Страна.ФМ». Вообще, насколько тебе вот сейчас в это интернет-время важно, чтобы пост собирал большое количество лайков, комментариев? Я, наверное, слукавлю, если я скажу, что это вообще не имеет никакого значения. Но вот чем я действительно хочу поделиться, да, какой мыслью, что я все-таки стараюсь заходить в эти соцсети не для того, чтобы что-то там увидеть, получить у кого-то какую-то информацию, потому что иначе у меня не будет вообще своей жизни и времени. Ну, перегруз, конечно, сейчас. И так очень, ну, это самое ценное. Вот сейчас особенно я ощущаю ценность времени, особенно тогда, когда моей дочке год и месяц, и я такая… Аня, привет, да, мы знаем, ты смотришь. Да, Анна, привет тебе, вот, и я такая полноценная мама, вот. Поэтому время есть только на то, чтобы зайти в интернет, и что-то как бы из себя извлечь самой и отдать этому миру, если мне есть что отдать. Как правило, что-то есть, и я стараюсь чем-то делиться, ну, там, каждый день, через день, в зависимости от… Как твой блог «Бэйби Любич» поживает? Что там сейчас пишется? Сейчас небольшая пауза, потому что нужно набрать все-таки немножко опыта. У меня, можно сказать так, что вот я завершила часть, касающуюся подготовки к родам, касающуюся беременности, первого такого самого этапа, наверное, первого года жизни с ребенком. То есть я в этом блоге делюсь своим опытом, позитивным опытом, опытом совмещения творчества и материнства, опытом какого-то здорового отношения к себе, к своей жизни, и здорового образа жизни. И я делюсь какими-то вещами, которые мне помогли найти выход из положения, и которые, может быть, кому-то помогут найти такой выход, особенно тем, может быть, кто в положении. И вот этот блог сейчас пока на паузе, потому что я набираю какой-то опыт, у меня уже есть идеи, о чем я буду писать дальше. Когда будешь примерно это делать? Ну, думаю, что скоро. Друзья, «Бэйби Любич» или «Выход из положения» смотрите по хэштегам, там много чего интересного. Ну и вообще, ну расскажи, как Аня поживает? Она же творческая девчонка, да, у тебя? Да, она очень творческая, и уже, то есть буквально через несколько дней после ее рождения я написала песню, где такой посыл вот именно моего позитивного, очень счастливого опыта родов. На самом деле это очень странно, наверное, звучит. Я, когда ее писала, я не думала об этом. Но сейчас я прямо ощущаю, что ее бы полезно было послушать тем, кто в положении. Поэтому если нас кто-то слышит и смотрит... Рекомендуйте прослушивание в родильных отделениях. Наберите в Ютюбе «Выход из положения» или где-нибудь там в ВКонтакте, может быть, аудио есть в интернете. Эта песня есть, и она настраивает каким-то образом, мне кажется. Более того, давай скажем, что Аня сама принимала участие. Вот я и хочу, я к этому веду, что буквально через, наверное, месяц после того, как Анна родилась, я как-то вот обратилась к Евгению Лазаренко, музыканту группы «Мультфильмы». Он мой сосед, и это было достаточно просто организовать вылазку к нему домой. Это была первая такая настоящая вылазка вот по работе. И в какой-то момент мне не с кем было оставить Аню, я взяла ее с собой. И еще в какой-то момент мы поняли, что она полноценный участник этой песни, и что без нее ее вообще бы не было. И это совершенно было бы нечестно, не включить ее голос в эту запись. И в какой-то момент мы записали, как она там тихонечко что-то поет по-своему, по-детски. Друзья, я добавлю, что артистке сейчас один год и один месяц. Да, так и есть. Вы очень четко следите. Итак, друзья, что у нас дальше в музыкальной программе? А давайте, может быть, выход из положения прям исполним. Давайте. Все-таки это будет в тему. К продолжению нашего разговора. С удовольствием. Посмотрим, послушаем. Раз, два, раз, два, три. Это легко, и как же это сложно. Мой новый день начнется сейчас. Из двух частей, противоположных. Тихо, сердце обвинение слышу. Я каждое движение вижу. Своё отражение — это выход из положения. Исхода жар, время пришло еще вчера. Мы были одним целым, мы были вместе. Сегодня я здесь. Сегодня я здесь передаю сигнал от тела к телу. Тихо, тихо, сердце обвинение слышу. Я каждое движение вижу. Своё отражение — это выход из положения. Минус на плюсы — это следующий шаг. Такое чувство, что двери открылись. Так неожиданно и так предсказуемо. И за спиной огромные крылья. Я тихо, сердце обвинение слышу. Я каждое движение вижу. Своё отражение — это выход из положения. Тихо, сердце обвинение слышу. Я каждое движение вижу. Своё отражение — это выход из положения. Из положения мой выход. Из положения выход. Из положения мой выход. Из положения. Браво! Женя Любич, друзья. На телерадиоканале «Страна ФМА» не будет на концерте вообще? Как она посещает мероприятие? Она дома сейчас с няней нашей замечательной и с папой со своим. А я сегодня в Москве, она в Петербурге. Да, и на концерте сегодняшнем её не будет. Хотя был один такой опыт, что вот до концерта весь саундфек. Да, видели мы всё, видели мы всё в Ютьюбе, да. Она со мной. Пели вы там, да. Всё бывает. По поводу концертов. Значит, 18 апрель, то есть сегодня «Муми Тролль Мьюзик Бар» 27 апреля в Петербурге у тебя выступление. Пространство «Фридом» на Казанской улице, дом 7. Приходите, друзья. И 23 мая «Рига», 24 мая «Таллин». Там тоже у тебя будут концерты. Где вся подробная фиша? Расскажи Инстаграм. Вообще самая подробная, актуальная информация быстрее всего появляется в Инстаграме. А дальше уже я стараюсь на всех остальных ресурсах всех оповещать. Да, ещё есть сайт. И на сайте есть и музыка, и фотографии, и видео. И он вполне себе достойный. Спасибо за сайт большое Creative People. Есть ли там информация, которую разместил Creative People, о том, будут ли ещё открыты чтения с твоим участием? Ну, эти предложения приходят спонтанно, неожиданно. И каждый раз это новость для меня, что вот что-то подобное возникает. Да, недавно вот я принимала участие в проекте Елены Шубиной. Это были открытые чтения, книжки «Небесный почтальон Федия Булкин». Вот, и это было очень здорово. В Москве я читала эту книгу. Ну, и меня она просто до слёз. Какая твоя настольная сейчас книга, вот что у тебя? Может быть, есть какая-то книга, которую ты в течение многих лет перечитываешь и возвращаешься к ней? Буквально недавно я вот закончила читать Петрановскую Людмилу про привязанность, опора, тайная привязанность. Ну, это в связи с дочкой, и мне это было интересно и важно. Ну, вот мне подарил Дмитрий Турев «Шантарам». Я всё хочу начать и, наконец, прочитать её, потому что все в окружении уже прочитали. Всё, тогда не будем тратить время. Давай следующая песня. Это что за произведение, Женя? Расскажи, представь, пожалуйста. Ну, сейчас вот мы споём песню, она называется «Весна в моих снах». Потому что вроде бы уже весна, но всё-таки вот вечером ещё ощущается, что она только в наших снах. Ну, и при этом вот эта надежда, и весна как что-то большее, весна как любовь, весна как какая-то мечта. Возрождение чего-то. Ощущение, да, вот это ощущение в этой песне, оно есть, и именно им хочу поделиться. Весна играет гормонами сонными. Она позирует, да, раскованна. И ей к лицу это платье пёстрое, Она уже на моём острове. Весна в моих снах. Народ обычно в делах и не вытащить, Но наступила весна, и вышли все. И вдруг покрылись деревья почками, А ты мне слово сказал точное. Весна в моих снах. От глупости голова кружится, А я нашла глубину в лужице, Покатятся облака через край, И, кажется, навсегда снег растаял. Весна в моих снах. Так поздно на часах весна. Весна в моих снах. Жень, большое спасибо, спасибо, ребята. Буквально у нас минутка остаётся. Скажи, где ещё мы тебя можем увидеть? Значит, вы с Петром Наличем записали песню, Она уже издана где-то? Она вышла просто у нас на YouTube-канале, И можно посмотреть нашу версию французской песни Мария Ла Форре, Антон Борис, Иван и Мо. Красивая песня. И 21 числа в 0.15, по-моему. 20 апреля в 0.15 будет квартирник у Маргулиса С полноценным выпуском сольного концерта нашего там. Большое спасибо, удачи сегодня вечером. Аншлаг, в общем, всего самого наилучшего. Большое спасибо. И пусть всё будет наилучшим образом. Спасибо. До новых встреч. Лучшее в стране